В Чебоксарах сносят аварийные дома. В списке еще 135 адресов. Их жильцы уже живут в новых квартирах, которые получили в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. Закончить работу планируют к лету этого года. Сейчас спецтехника работает там, где уже никто не живет. Этот дом не дожил до своего 60-летия буквально год. Его и еще пять двухэтажек по улице Фруктовой признали аварийными. Подвели стены, перекрытие или фундамент. На них появились трещины. Межведомственная комиссия в прошлом году включила шесть домов по Фруктовой в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Вместе со зданиями в небытие уйдут и соседние деревянные сараи. Контракт заключили до Нового года. По условию контракта мы должны закончить до 1 мая. Извести их дома. По факту они все подвали помещения, все стены треснутые. В них жить это небезопасно, можно сказать. Жильцы этих домов праздновали новоселье под Новый год. 8 семей с Фруктовой 33 переехали в новостройки по улице Ленинского комсомола. Правда, бывают прецеденты, когда обитатели аварийных домов отказываются покидать ставшие опасным для проживания дом. Более 90% населения уже проживавших в этих домах, практически почти под 100% они уже переселены. Остались единицы. Судебные процессы, как завершаются, наши подрядчики сразу приступают к сносу. Вердикт жильцов переселить дом снести получили 263 дома Чебоксар. На сегодня почти половина работ выполнена. Остается 135 аварийных домов в разных районах города. На освободившихся территориях власти намереваются обустроить парки, возвести высотки. Часть земель отдадут для многодетных семей. В районе Богданки планируют расширить проезжую часть. Ирина Волкова, Сергей Адушкин, Республика.